Сегодня в выпуске. Вручение юбилейных медалей к 70-летию Победы. Информация у МВД России по Смоленской области. Генерал Скоков лично поздравил сотрудницу Дорогобужского РУВД. Операция «Правопорядок» в Десногорске. Поздравления женщин-ветеранов на дому. Итоги волейбольных баталий среди сборных команд школ города. Государственная акция «Награждение ветеранов юбилейной медалью 70 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Десногорске продолжается. 12 марта в городском центре досуга состоялось торжественное вручение медалей 19 ветеранам. Первое слово на сегодняшний встреч, которое буквально рвется из меня, это, конечно, слово спасибо, бесконечное слово благодарности за сегодняшнее голубое мирное небо, за ваш сложный, неподъемный подвиг, за ту память, которую сегодня вы храните и доносите до нас. Я с большим удовольствием, с огромной благодарностью рада встретить на сегодняшнем нашем торжественном вечере и хочу объявить торжественную церемонию по вручению юбилейной медали 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Открытие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В этот торжественный вечер своим творчеством ветеранов порадовали коллективы городского центра досуга «Ренессанс» и хоры «Вушка». В зале звучали песни о войне, подвиге и, конечно же, победе. В Смоленской области юбилейные медали получат 20 317 жителей. Помимо исторической ценности, эти медали несут в себе еще и большую моральную значимость. Спасибо вам, родные наши ветераны, за мужество, за волю, за то, что выстояли, выжили, не отдав родину врагу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сотрудники Смоленской полиции откликнулись на беду своей коллеги и приняли решение оказать помощь в приобретении автомобиля, ключи от которого начальник областного УМВД генерал Скоков торжественно вручил семье Лещевых. Михаил Скоков также выразил искренние слова благодарности всем сотрудникам органов внутренних дел, которые не остались равнодушными к чужой беде. В оперативно-профилактическом мероприятии по стабилизации оперативной обстановки, прошедшем в первые мартовские дни, были задействованы сотрудники УМВД России по городу Десногорску, аппарата регионального УМВД, а также члены добровольных народных дружин и частных охранных организаций. Все выявленные зарегистрированные в ходе операции преступления и правонарушения раскрыты по горячим следам. Также раскрыт ряд ранее совершенных преступлений. Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции проведено свыше 20 проверок объектов предпринимательской деятельности, в ходе которых выявлены факты осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса, реализации алкогольной продукции, нарушения в сфере оборота лома черных и цветных металлов. Кроме того, полицейскими выявлены факты злоупотребления гражданами своим служебным положением, а также факты присвоения, растраты чужого имущества. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ в отношении директора одной из частных организаций Москвы по факту использования подложного документа, сертификата соответствия при поставке оборудования в одну из организаций Десногорска. В рамках проводимых мероприятий из незаконного оборота оперативниками были изъяты системные блоки игрового оборудования, лом цветных металлов, а также спиртосодержащая продукция без соответствующих документов. В ходе операции «Правопорядок» сотрудниками уголовного розыска раскрыта серия ранее совершенных краж из торгового центра. В отношении подозреваемой 36-летней ранее судимой местной жительницы возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Следственным отделом ОМВД России по Десногорску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, по факту сбыта партии героина 35-летнему неработающему местному жителю. Также в ходе операции «Правопорядок» полицейскими выявлено и пресечено свыше 40 административных правонарушений. Составлены протоколы за нарушение правил хранения и регистрации оружия, за нарушение правил продажи алкогольной продукции, за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних и участковыми, уполномоченными полиции, проверены по месту жительства все владельцы огнестрельного оружия и граждане, стоящие на профилактических учетах. В том числе и ранее судимые, условно осужденные, страдающие алкогольной зависимостью и наркоманией. Сотрудниками ГИБДД пресечено более 60 фактов нарушения правил дорожного движения. Задержаны два водителя, управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В преддверии прекрасного весеннего праздника общественники Десногорска поздравили уважаемых женщин, ветеранов Великой Отечественной войны. Наша съемочная группа побывала в гостях у Октябрины Андреевны Кононенко и Анны Степановны Ивашковой. Сердечные слова поздравлений и бесконечной благодарности за их ратный и трудовой подвиг звучали от боевого товарища, ветерана Великой Отечественной войны Николая Кирилловича Тимофеева, начальника ОМВД России по городу Десногорску Олега Федоровича Косова, военкома Десногорска Сергея Владимировича Сибилева, депутата Десногорского городского совета Максима Олеговича Джуганя, представителей городского комитета солдатских матерей. Хочу поздравить с уступающим международным денежным днём 8 марта. Пожелать, конечно, любви, тепла, всего-всего хорошего, здоровья. Разрешите мне вас поздравить с уступающим праздником 8 марта от всего нашего коллектива. Желаю вам, прежде всего, это, конечно, здоровья и здоровья. И как бы остаться себе прекрасной, доброй и отзывчивой. Счастья вам, здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо большое. Председатель комитета солдатских матерей Десногорска Валентина Михайловна Рожкова поздравила с праздником и свою надёжную помощницу члена комитета, мать погибшего воина-интернационалиста Руфину Павловну Першину. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям с наилучшими пожеланиями. С праздником, милые женщины! На минувшей неделе в спортивном зале ФОК Десна состоялись волейбольные игры среди сборных команд школ города. Соревнования проходили в рамках турнира на кубок главы администрации Десногорска. В турнире приняли участие сборные команды девушек и юношей первой, второй и четвёртой школ нашего города. Волейбол – это небольшой азарт, который позволяет тебе полностью раскрыться, как и в игре, так и просто. И это очень интересно и захватывает. Пять-шесть лет мы всей командой вместе ходим на тренировки, тренируемся, ну и побеждаем. В первую очередь это победа над собой, конечно. Волейбольная победа. Победители и призёры турнира определялись по олимпийской системе. В итоге игр среди девушек первое место у команды средней школы номер два. На втором месте средняя школа номер один. А команда девушек четвёртой школы стала бронзовым призёром. У юношей лучшими были учащиеся средней школы номер один. Команда юношей четвёртой школы заняла второе место, а средняя школа номер два – на третьем месте. Команды-победительницы среди девушек и юношей награждены переходящими кубками и грамотами. Команды и призёры награждены грамотами. Все участники команд награждены медалями. От души всех поздравляем! Спорт это прежде всего здоровье, а здоровье для нас самое главное Поэтому заниматься волейболом это означает поддерживать себя в хорошей форме